Демократы снова закрыли мусорный полигон. На Бельских улицах скапливается бытовой мусор. Вывозить его пока некуда. И бельчане, представители городской администрации, уже устали от примитивного шантажа со стороны частной компании «Салубрити Солушенс», которая, чтобы насолить нашей партии, держит горожан в заложниках. Они специально делают для того, чтобы погасить наш город, показать, как он неуправляемый и так далее. Хотя это специально сделано, мне кажется, для того, чтобы напрячь наших руководителей нашего города. Я считаю, это диверсия против народа именно Бельц, населения Бельц. Они хотят просто что-то так творить, чтобы были наши плохие, а не те хорошие. Они всегда, тогда же на Новый год, один раз вывезли мусор вместе с контейнерами, и все, оставили мусор. Говорят, мы спасали Бельц. Они демонстрируют, чтобы закрыть, чтобы люди не голосовали за нашу партию. То есть, вы считаете, это связано? Все связано. В четверг Дмитрий Руснак на заседании муниципального совета опять объявил, что есть якобы какие-то долги, и что со второго числа полигон закрывается. Вот вчера в 9 утра полигон опять был в очередной раз закрыт. Вот сегодня уже второй день, как полигон закрыт, на улице плюс 28 градусов, город засыпается мусором. Вот и полиция приехала, бездействует, обеспечить доступ отказывается на полигон. Экология вообще отказалась, Сен-Жирейская, приезжать сюда и констатировать факт того, что полигон на сегодняшний день закрыт уже второй день. Я сегодня обратился опять к премьер-министру, как к председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы он создал правительственную комиссию и расследовать этот случай, и чтобы поставить уже какой-то конец в этих мусорных историях. По словам Геннадия Шмульского, исполняющего обязанности мэра, на днях из Министерства сельского хозяйства пришло письмо, в котором говорится, что частная компания не имеет права открывать и закрывать полигон на свое усмотрение. Мы получили буквально за несколько дней до муниципального совета, который был в четверг, ответ с министерства о том, что Субритис Лушин в нарушении договора концессии закрывает полигон, что за время нахождения этого полигона у них в пользовании, там не проведились никакие работы. Проекты инвестиций, да, инвестиций не обложены? Нет, не были, да, не были вложены инвестиции. И что только почвам там был, согласно их методологии, они рассчитали, был нанесен ущерб больше 55 миллионов лей, и что они обратились в экологию для того, чтобы определили еще ущерб выбросам в атмосферу. И вот это письмо пришло буквально перед муниципальным советом, и мы сейчас тоже будем на это письмо как-то реагировать, отправлять его, скорее всего, в прокуратуру, для того, чтобы они выясняли все, что там написано в этом письме. Частная компания «Салубрити Салушинс», которая ведает мусорным полигоном, требует выплатить ей более 1 миллиона леев. Так мы сегодня, или муниципальные предприятия, должны предприятию «Салубрити Салушинс» те миллион сто, которые они требуют, которые они озвучивали несколько раз во время последних встреч? Ну, миллион сто, эта цифра складывается, скорее всего, из суммы, которую они считали за вывоз за апрель, умноженная на 92 лея под ту цифру, по которой им хочется получать за вывоз мусора. На сегодняшний день тариф, установленный муниципальным советом за вывоз, составляет 33 лея. Поэтому эта сумма, как минимум, в три раза меньше должна быть. И поэтому нужна комиссия для того, чтобы эти все цифры разложить. Исполняющий обязанности мэра добавил, что «Салубрити Салушинс» должно выплачивать местной администрации неустойку за каждый день при остановке работы полигона. Будем сейчас составлять предварительное заявление по поводу того, что «Салубрити Салушинс» должно по 6 тысяч лей за каждый день при остановке. Они приостановили 15 декабря. Вывоз мусора там тоже уже под миллион лей собралась сумма. И есть сумма роялти, не выплаченных больше трех миллионов лей тоже этой компании. Нужно разбираться будет, на какой стадии сейчас находится этот вопрос, потому что он был в судах, там было какое-то соглашение, но уже нужно поднимать и разобраться в комплексе. Если хотим разбираться с этой компанией, то нужно уже все вопросы комплексно поднимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова